Чарльстон – один из старейших городов Южной Каролины, хранящий мрачную историю работорговли и пиратства, и память о трагических событиях борьбы южных и северных штатов во время гражданской войны в середине XIX века. Город расположен в живописном месте посреди Чарльстонской бухты. Своеобразный полуостров образован реками Эшли и Купер. Попадая в Чарльстон, гости переносятся в довоенный период Южной Каролины с ее спокойствием и элегантностью. Улочки, мощеные булыжником, дома в колониальном стиле, зеленые парки с видом на морские пейзажи. О современности напомнят лишь бутики, расположенные на первых этажах старинных построек, да современные суда, заходящие в гавань. Если начать прогулку с севера и продолжить ее вдоль восточного побережья полуострова, постепенно спускаясь к его южной оконечности, первым на пути туристов встретится музей «Пороховой погреб». В настоящее время здание считается самым старым и сохранившихся в городе общественных сооружений. Датируется постройка 1713 годом. В свое время она не только служила хранилищем боеприпасов, но и являлась фортификационным укреплением. Сегодня под крышей здания работает музей, рассказывающий о колониальном периоде жизни города и его роли в американской революции. Во французском квартале внимание привлекает эпископальная церковь Святого Филиппа. Она трижды отстраивалась заново. До нас дошло сооружение, строительство которого велось с 1835 по 1850 годы. Храм выполнен из кирпича, а его башню украшает остроконечный шпиль, долгое время встречавший корабли, заходящие в порт города, в качестве маяка. Желающие могут пересечь парк и, выйдя на соседнюю улицу, осмотреть круглую церковь, одну из главных достопримечательностей Чарльстона. Здание представляет собой круглую башню, выполненную в романском стиле и оборудованную мощными арочными воротами и узкими окнами-бойницами. По легенде, популярной в городе, церковь сделали круглой, чтобы дьявол не спрятался за углом. Неизвестно, выдержит ли церковь осаду сатаны, но держать в ней оборону от армии вполне возможно. Неподалеку расположен музей искусств гипса, построенный в начале прошлого столетия на деньги одного из меценатов города, желающего сохранить исторические и культурные ценности Южной Каролины. Само здание выполнено в колониальном стиле и украшено массивными колоннами. В музее гости смогут ознакомиться с работами местных живописцев, увидеть старинные фотографии и принять участие в различных мероприятиях. Городская ратуша расположена на пересечении центральных улиц и считается одним из значимых зданий города. Фасады окружающих ее построек выходят на разные стороны света и рассказывают о четырех углах закона, государственного, федерального, городского и церковного. От ратуши стоит оправиться в радужный квартал. По пути гости обратят внимание на старый невольничий рынок. Он просуществовал совсем недолго, открытый в 1856 году как частный рынок, после принятия федерального закона о запрете на торговлю людьми. В 1865 году он стал свидетелем последней сделки. В настоящее время на его территории работает музей, экспозиция которого рассказывает об истории работорговли. Квартал «Радужный ряд» встретит гостей разноцветием старинных домов, стены которых выкрашены в пастельные тона. Есть несколько версий о причинах покраски фасадов от малограмотных рабов, которые не могли найти нужную им лавку, да пьяных матросов, не могущих запомнить дом, в котором они остановились на ночлег. Как бы то ни было, но район является туристическим центром. Каждый путешественник желает сделать здесь фото на память. Дальше туристов ожидают парки, набережная и пирсы, с которых можно отправиться на морскую прогулку по гавани к знаменитому форту Санта. С его осады и захвата войсками конфедератов и началась гражданская война, разделившая жителей южных и северных штатов Америки на два лагеря. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.